Этот выпуск предназначен для лиц старше 18 лет. Подкаст создан в студии Растрига Док. Ну, типа, я сижу вечером. Мне, в принципе, хорошо. Чего бы не сделать еще лучше? Тяга — это нормально, да? Да, да, да. В алкоголь попадает. В мозг клубная доля, говорят, пока. Срывы — это нормально. Очень редко, когда бывают истории без срывов. Пони меня уже в этот ЗОЖ, я не хочу больше бухать. Это подкаст «Накопились токсины». Его ведущий — душный ЗОЖник Игорь Кун. Со мной в студии клинический психолог, специалист по работе с зависимостями, преподаватель Илья Гавин. Привет. Привет. Спасибо, что позвал. Это еще ты мне скажешь после того, как подкаст пройдет. Я ж душнил, а ты, может, еще сбежишь. Посмотрим, кто кого. Да. Друзья, прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться, поставить лайк и написать отзыв или поставить нам оценку. А еще мы снова собираем ваши вопросы для финального эпизода сезона, на которые я постараюсь ответить. Вопросы вы можете писать мне в Телеграм, в наше сообщество ВК или на почту подкаста, куда вам будет удобно. Итак, часто ли приходят с зависимостями и как вообще звучит этот запрос у человека? Ну, тут вспоминается песня Дельфина с альбома «Не в фокусе». С утра приходят... Встретимся там, где весна, я только это помню. Нет-нет-нет, с утра приходят ко мне люди разные. Можете послушать, да. Слышать, да, приходят, ну, потому что я еще так позиционирую себя, и я как бы в этом разбираюсь, и это моя тема, скажем так. Поэтому, да, ко мне приходят люди, которые хотят поработать с зависимостью, побороть свои какие-то вредные привычки. Поэтому, да, приходят. А как их запрос звучит? Ну, не знаю, например, я каждый день курю марихуану и хочу перестать это делать. Так, друзья, мы не призываем вас ничего курить, если что. Да-да-да, ну, иногда запрос звучит так радикально. Хочу совсем отказаться. Хочу, чтобы в моей жизни больше этого никогда не было. Иногда этот запрос звучит более как-то расплывчато. Я хочу бросить на время. Я хочу... Да-да, ну, у меня сейчас сложный период в жизни, там, не знаю, беременность там и так далее. Я хочу пока отказаться, там, от алкоголя, например. Или иногда бывает даже запрос про контролируемое употребление. Да. Это тоже интересно. Я хочу употреблять, но хочу, чтобы меня это не разрушало. Часто это, конечно, чаще всего это миф, который мы в ходе сессии пытаемся как-то разрушить. Я почему спросил, как именно формулируется запрос? Потому что, мне кажется, люди, в общем-то... Ну, то есть, у нас к наркологам привозят, а вот с запросом, типа, я хочу бросить пить, как будто бы не приходят, нет? Ну, в смысле, они как будто начинают там чуть-чуть маскировать это. Или прямо к тебе уже есть поток людей, которые осознанно приходят и говорят... Да. Я, блин, бухаю. Да, 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 абсолютно да. Офигеть. Или это какой-то завуалированный запрос, когда, знаешь, приходят и говорят, что-то у меня с отношениями не очень. Ну, что-то меня жена пилит, короче, что-то... Говорит мне все время, что ты пьяный. Что ты пьяный, да, я не пьяный, я вообще как бы не алкоголик и так далее. Ну, и дальше мы как-то разматываем эту тему в то, что, ну, как бы, наверное, считаешь ты себя алкоголиком или нет, это не важно, если у тебя страдают какие-то ценности в жизни. Да, 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 которые как бы, ну, с которыми алкоголь несовместим. Тогда так. А часто ли люди, которые приходят с запросом, что они хотят бросить что-либо употреблять, удивляются тому, как дальше проходит работа? Потому что наверняка это... Я сейчас понимаю, у нас уже были выпуски с наркологами, я понимаю, как они работают. Да. А вот про то, что приходится ковырять проблемы и там, не знаю, от чего ты бежишь или так далее, давай здесь разверни чуть, как происходит работа с зависимостью, что именно вы там копаете вместе с клиентом. Ну, обычно так, смотри, копаем с клиентом, это хорошая, ты сейчас сказал, хорошую фразу, потому что обычно клиент копает, да, пытается как бы из ямы, в которую он попал, выйти с помощью лопаты. Такой парадокс, да, вот. И что такое зависимость, в принципе, с точки зрения психотерапии, да, психологии, это расстройство избегания. Это не всегда избегание каких-то негативных эмоций, а иногда избегание скуки. Ну, типа, я сижу вечером, мне, в принципе, хорошо. Что бы не сделать еще лучше? Вот. Например. Вопросов нет. Да, да, да. Ноль процентов осуждения, сто процентов понимание. Да, 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 конечно. И, ну, в краткосрочной перспективе это отлично работает. Даже так, скажем, в секунду этой мысли тебе как будто правда это нравится. Ну, это идея. Да, и, может быть, даже на протяжении вечера тебе это нравится. Но далее, ну, как бы мы имеем, что имеем, да. Вот. Поэтому мы это концептуализируем как все-таки расстройство избегания, и мы смотрим, да, от чего же человек бежит, и что ему это стоит. Ну, вот этот бег, да, вот эта вот лопата. И тогда мы можем увидеть полную картину. Это не так сложно, это часто не так долго. В понимании. Иногда человек уже приходит с пониманием, что есть проблема, например, что есть тяга. Это тоже частая история. Вот есть тяга, и она может быть очень физически неприятная. И тогда употребление может быть как избегание той самой тяги. Ну, когда она буквально за горло берет. Вот. А дальше начинается долгая упорная работа над поведением. Ну, я здесь уже много раз признавался, что у меня не бывает похмелья. И в какой-то момент я просто обнаружил в себя, что я могу реально выпить один очень много, потому что я знаю, что у меня нет последствий вообще никаких. Вот. Но у меня был период такого жесткого зора, когда я бросил курить и не пил совсем. И потом как-то это постепенно начало возвращаться, при том, что я пережил несколько свадеб на всяких газировочках и прочем. Ну, на минеральной воде. И это, кстати, правда классный рабочий лайфхак. Наливаешь в бокал газированную воду, никто к тебе не пристает, что у тебя ничего не налито. Вот. Но потом как-то там... Притом, что я очень люблю готовить и есть, поэтому раньше у меня это был прям целый ритуал. Я готовил себе вкусный ужин, я подбирал к нему вино, я шел там в бутик, задал бы лаковиста, чтобы мне подобрали венок к моей еде, или я там заморачивался. Я эстет. Мы же поговорим про триггеры потом, да. Да, конечно. Вот. И закончилось все тем, что я правда могу выпить очень много. И последний раз, мне кажется, офигели все от того, что на следующее утро поняли, что со мной ничего не происходит, все умирают. И я для себя сделал вывод, что раз у меня нет тормоза такого, как утренняя головная боль или еще что-то, то мне точно не стоит усердствовать. Вот. И дальше я как бы для себя это разбирал. Вот когда у меня происходит какая-то искра в голове, я не знаю, как это назвать. Ну, типа, что-то произошло, что-то триггернуло, захотелось вот этого седативного действия. Я такой, стоп. Вот типа, это сейчас мне хочется. Но завтра я, ну, как бы, поскольку я адекватно понимаю, что алкоголь – это токсин, и организм как бы задействует до хрена ресурсов, чтобы его вывести. Завтра я не попрусь на тренировку. И вообще как бы день надо будет перестроить. Потому что я, ну, в любом случае, у меня 35, я не буду выглядеть уже лучше после там какой-то пьянки, да. Вот. И я просто начал с собой обсуждать этот вопрос, что вот мне сейчас хочется, а стоит ли оно того? Потому что вот это седативное действие, оно типа длится там первый бокал. А дальше как бы оно заканчивается, и все это уже зря. Ты еще сверху и наедаешь ненужные калории. И вот я в таком диалоге периодически пребываю, когда что-то ко мне приходит. Такая мысль, типа, может, расслабимся сегодня? Вот. Это о чем мы говорим? О том, что у меня есть тяга, с которой я сам работаю и справляюсь, или мне с ней стоит поработать? Да, мне кажется, ты справляешься. Отлично. Здорово, что ты ее замечаешь. Ну, то есть, смотри, в твоем случае есть интересная штука, которая на самом деле для многих новость. Ну, такая, знаешь, вау. Те клиенты, которые ко мне приходят работать с зависимостями, в большинстве случаев хотят как итог терапии убрать тягу. Ну, то есть, чтобы не хотелось. Чтобы я об этом больше не думал, не вспоминал, чтобы меня за горло это не брало. А это возможно? Нет. Я про это же... Ну, то есть, смотри. Давай так. Если я скажу, что это невозможно, это тоже будет ложь, потому что я не знаю, как у человека это сработает. Да, то есть, может быть, он действительно об этом больше не будет думать. Может быть, он действительно больше не будет хотеть. Есть такие кейсы. Да, окей. Но если мы ставим перед собой такую задачку, то мы заведомо ставим задачку, ну, непосильную, по крайней мере, на данный момент. Я тут свои истории могу поделиться. Я бросил курить лет 10 назад, вот, когда я, собственно говоря, познакомился со своей женой. Я бросил курить, ну, что-то там ей не нравилось, как это у меня пахнет. И мне сейчас уже, ну, не хочется спустя 10 лет. Я как бы, меня не тянет. Но раз где-нибудь в месяц 4-6 мне снится, что я курю, и мне очень классно. Ну, вот что это такое, да? Может, это тяга, может, это какое-то там, не знаю, как угодно можно назвать, да? Но вот это со мной осталось. И действительно, ну, люди начинают бояться вот этой истории. Господи, я подумал о том, чтобы опять употребить, а я же уже месяц трезвый, да? И мы еще работаем над тем, что ты отдельно, а твоя тяга отдельно. И ты можешь с ней существовать и делать все, что угодно. Она будет просто с тобой рядом ходить. Ну да, что-то будет шептать тебе на ухо. Но окей, ты можешь делать что угодно. Вот это, кстати, классно, что ты это подсветил, потому что у меня очень многие такие, типа, блин, Игорь, а ты ешь сладкое. Мы думали, типа, ты вообще можешь. Ну, типа, ты святой. Я говорю, нет, ребят, ну, типа, я не ем сахар, но я могу там найти какой-то десерт без сахара. Или я сегодня в ресторане, и я хочу получить от этого, как бы, от этого похода в ресторан кайф. Я съем что-нибудь. Но в целом у меня дома может быть подаренные бутылки алкоголя, подаренные сладости. Это может лежать там месяцами до прихода гостей, например. Да и в целом это там до сих пор лежит. Я не знаю, что с этим делать. Но когда-то у меня был бар, и он тоже стоял очень долго. И мне просто было по приколу собирать разный вискарь, например. Опять-таки, я его даже не пил. Вот как-то это по поводу. Было там, типа... Но я понимаю, что мы как-то это валидировали, что, типа, тяга – это нормально. Да. Да? Да, да, да. Ну, если мы говорим про внутреннее состояние, да, а не про то, что... О, тяга – это нормально, значит, мне нормально сегодня выпить. Да, ну, то есть... Ну, сейчас для кого-то нормально, для кого-то нет, да. Я имею в виду все-таки людей, которые уже в таком... Ну, короче, клиенты мои, да. Кто, ну, действительно хочет оставаться в трезвости, да. И возможно, что в данном случае избегание, например, держать у себя дома бар и лишний раз себя как-то, ну, условно говоря, искушать, ну, может быть, оно и не очень полезная история. Ну, в твоем случае, окей, это работает нормально, да. У тебя там, наверное, не было каких-то серьезных проблем с алкоголем, да. Но мы еще работаем над, конечно, над окружением, над социальными всякими паттернами поведения. Ну, то есть в идеале, конечно, самый классный итог терапии – это когда человек проходит мимо любимого бара и своей компании, говорит им привет и идет дальше. Ну, или он даже посидел с ними, выпил той же газировочки и пошел домой. Но часто это бывает, правда, сложно, особенно на первых этапах терапии. Ну, я видел такие трансформации. Я затаскиваю людей в спорт периодически, в разный... Ну, такой фитнес, скажем, в ЗОЖ порабощаю. И люди действительно отказываются от своих старых компаний, потому что им просто раньше они не знали, чем заполнить свое время. А тут я говорю, смотри, есть вот такая тренировка сегодня, завтра вот такая, послезавтра давай побегаем, послезавтра пошли поплаваем. То есть нет такого, что мы упариваемся в зале с гантелями. Я именно придумываю, чем активным заняться. И через год человек офигевает от того, что вся его жизнь перестроена, и она классная, и он ей доволен. И вот у меня приятельница как раз ради эксперимента однажды через год пошла на тусовку со своей старой компанией. И она ушла с нее через час, потому что ей было не о чем с ними как бы дружить больше. Ну, да, видишь, да. То есть пример, когда изменение социального окружения, изменение каких-то хобби, поведенческих каких-то историй, привычек приводит человека в какую-то совершенно другую жизнь. Но... Так. Смотри, мы же тут зависимости обсуждаем, да? И зависимость не только социальная проблема. Это биопсихосоциальная история, да? Поэтому просто... Ну, то есть смотри, я сейчас ни в коем случае не умоляю твоих... Ой, нет, умали их все. Да? Ладно, хорошо. Уничтожь мой нарциссию. Ты сам напросился. Да, смотри, просто затащив человека в спорт... Я одну аддикцию заменил другой? Нет, нет, нет. Это-то ладно как бы, да. Это мы еще поговорим про чайные клубы, про спорт-клубы и так далее. Да, про вот этот вот фитнес и т.д. Вот. Но есть же еще генетическая предрасположенность. Есть еще психологическое состояние. Понятно, что поведение влияет на психику, психику, на поведение и т.д. Вот. И все это влияет на тело, на социальное окружение. Но сейчас просто может быть, может быть, у наших слушателей может сложиться впечатление, что типа, ну, у меня друг бухает, поэтому я сейчас с ним пойду на спорт, и он перестанет бухать. Ну, как бы нет. Ну, хорошо, если это сработает. Да, класс, вообще, старайтесь, пытайтесь, но не всегда это работает. И среди людей, страдающих расстройствами вследствие употребления чего-либо, всяких психоактивных веществ, есть много людей, которые занимаются спортом регулярно. Есть те, кто занимаются йогой и медитацией, зожем тем же самым. Ну, то есть утром йога, вечером дорога, это как бы, ну, не то, что прямо вот только на заборе написано. Днем зож, вечером кутеж, я это называю. А, ну, хорошо, видишь, что ты бы смягчил. Да, поэтому здесь, в принципе, может быть, ну, как бы работа, хорошая работа в трех направлениях. Да, это биопсихосоциальная. Поэтому очень часто я людей направляю еще и к психиатру, например. Потому что там называется коморбидность, да. Депрессия, СДВГ, какие-то личностные расстройства, какие-то тревожные расстройства, биполярно-эффективные и так далее. То есть зависимость – это вершина айсберга. Давай поговорим про качели из триггеров и вины, может быть. Что ты имеешь в виду? Расскажи. Ну, вообще, как бы, да, эта тема родилась у меня, потому что я, правда, в соцсетях начал часто видеть, как люди выставляют счетчики, сколько времени они не пьют. Но при этом параллельно те же люди или другие люди выставляют постоянно что-нибудь с бокалом. И это, как правило, люди, которые ко мне потом приходят и рассказывают, ну, я вот на этой неделе всего два раза или там два вечера, или три вечера подряд, но я на следующей неделе не буду. Хочешь спросить, ты хочешь оправдаться сейчас? Да, я все время такое думаю. Ну, ко мне часто приходят именно с такими разговорами, потому что я про осознанность и ЗОЖ и всем должен якобы отпускать грехи, но нет. Вот. И как раз-таки я думаю про то, что вот человек в себе, он понимает, что он уже, типа, третий день подряд. Бокальчик, не бокальчик. У меня есть в окружении люди, которые абсолютно торгают просто на физическом уровне спорт, и при этом уже у них есть вот этот, я не знаю, синдром это или нет, когда на следующий день нужно похмелиться, потому что иначе как бы смерть наступит уже. Ну, в смысле, вот это сложное состояние похмелья, я не знаю, как это происходит, ну, типа, лежат горизонтально, и все могут делать только горизонтально до сидорка. До первой кружечки, да. До сидорка, да. Вот. И эти же люди ко мне приходят и говорят, ну, блин, ну, вот там, типа, три бокальчика и все. Четыре бокальчика и все, и у них уже потом начинается там норма. Но это мы сейчас опять в наркологию уходим. Я к тому, что у них вот это есть желание сказать тебе, что сколько-то они выпили. О чем это нам, во-первых, говорит? Вот это вот прийти к тебе и исповедаться? Или это крик о помощи? Или это разделить со мной вину и ответственность? Ну, ты сейчас прям все назвал, что тут может быть, да. Все зависит от конкретного какого-то случая. Вот. Я не очень люблю, знаешь, когда вот какие-то обобщения такие, типа, это точно про это. Да, бывает по-разному. Иногда бывает так, что человек приходит и начинает разгонять вот эту историю, что, ну, как было классно, и как вообще это здорово, и какой там, не знаю, какой-нибудь амфетамин прекрасный, и как под ним я познал себя, там, и так далее. Ну, вот. Сейчас, может быть, будет еще одна новость шокирующая. Да. Все сели, пожалуйста, приготовьтесь. Глубокий вдох и выдох. Короче, срывы – это нормально. Очень редко, когда бывают истории без срывов. Ну, то есть, я имею в виду в терапии, да. Вот. Важно понять функцию этого срыва. Ну, то есть, как это было, какие триггеры, зачем ты это сделал, и что будет дальше. Ну, что ты намерен делать дальше. Вот. Поэтому мы скорее не... Ну, в терапии мы скорее не будем обсуждать, ну, не знаю, там, чувство вины это или что-то, или зачем ты мне это говоришь сейчас, да. Ну, это мы тоже обсудим. Окей. Но мы скорее будем обсуждать, а что дальше делать. Ну, будешь ли ты вставать дальше на эти рельсы, и зачем тебе это надо? И что сделать такого, чтобы поезд с рельс не сошел? Не знаю, ответил ли я на твой вопрос? Ну, меня просто здесь... Давай так, тогда как человек, к которому приходят, я думаю, таких немало, как другу, да, быть другом. То есть, когда к тебе приходят твои друзья и рассказывают, сколько они недель подряд пьют, не пьют, вот это. Как здесь себя надо вести? Мы имеем в виду человека, у которого есть проблемы с употреблением или просто... Нет, вот человек, к которому пришли и уже не первый раз приходят, и ты не понимаешь, с тобой пытаются ответственность разделить, вину, от тебя просят помощи, может быть, наконец-то... Может быть, просто ко мне, вот, типа, как человек, который на ЗОЖ после приходит и говорят, типа, пни меня уже в этот ЗОЖ, я не хочу больше бухать. Я же не понимаю этого. Ну, во-первых, что такое пни, да? Во-вторых, ну, самое классное, что здесь можно сделать, это спросить, а ты сейчас мне это зачем рассказываешь? Об этом я не думаю. Да, ну, то есть, вот сейчас ты мне рассказываешь, что я только три бокальчика выпил, да? Ты мне сейчас это зачем рассказал? Чего ты хочешь? Хочешь, чтобы я тебе сказал, молодец, что три бокала? Или ты хочешь, что, ну, как ты говоришь, да, грехи... Или предложить еще дунуть. Или предложить еще дунуть, да, или что? Ну, вот, поэтому тут, мне кажется, все зависит от, действительно, кейса. Ну, как, мы же можем стараться подкреплять какое-то полезное поведение для человека и не подкреплять неполезное? Ну, к примеру, вот сейчас просто тоже сверху накину, есть разные чайные клубы, ну, китайский чай, вот эти вот чайные церемонии и так далее, да? И там есть ребята, которые раньше вместо чая употребляли что-то спиртное на регулярной основе, вот, и когда... Ну, а их, как бы, можно отличить от просто употребителей чая. О, да. Понимаешь, о чем я, да? То есть, они прям мутят. У них это превращается в ритуал, как вот, как с каким-то очень дорогим виски, например. Или как с какой-нибудь травой, или там еще что-то. То есть, для них это замена одной аддикции на другую, вот. И иногда это может выглядеть как безалкогольное пиво. Ну, потому что безалкогольное пиво, это все равно обслуживание тяги. Да? Да. Вот это еще одна новость. Да, сейчас я тебе расскажу, почему я сюда пришел от твоего вопроса. Иногда функцией такого поведения, да, вот, ну, вот этого рассказа, да, может быть как раз разгон вот этой тяги, на обслуживание вот этой тяги. Когда ты приходишь и говоришь, вот, я выпил там вчера вот столько, такого-то вкуса там и так далее, да. Ну, я больше не буду, но хотя с другой стороны вот это там, значит, новый какой-то вид фидера там и т.д. Вот. И вот эта тяга, которая с человеком рядом ходит, мы можем ее визуализировать как какую-нибудь там, не знаю, пиявку, монстра какого-нибудь или надоедливого какого-нибудь парня, который рядом с человеком идет, и периодически ему что-то там каждый вечер, значит, наговаривает. Вот. Если мы занимаемся обслуживанием этой тяги, то, скорее всего, мы придем к употреблению. Обслуживать тягу можно очень по-разному. Можно даже в ЗОЖ уйти. Ну, то есть, я буду... Что это за булочник, маг? Слушай, это не в твой огород, а тут же может быть все, что угодно. Ну, то есть, например, я буду бегать только, чтобы не хотеть выпить. Но если я буду бегать, чтобы не хотеть выпить, я в итоге выпью, скорее всего. Потому что, чтобы не хотеть выпить, самый лучший способ – это выпить. Это не пропаганда сейчас. Вот. Понимаешь, про что? Нет, я понимаю абсолютно, потому что среди бегунов, среди триатлонистов очень много тех, кто был с зависимостью. Да, 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 да. Поэтому мы... А мы действуем вообще наоборот. Психотерапией. Ну, по крайней мере, в терапии предельной ответственности, которой занимаюсь я. Мы действуем вообще наоборот. Мы перестаем обслуживать эту тягу вообще. Ну, то есть, мы с ней как бы, условно говоря, разделяемся. Я могу чувствовать тягу, а делать то, что мне важно. Если я сегодня хочу пойти и побегу, я побегу. Если я хочу полежать и потупить в сериал, я это сделаю. И получается, что обслуживание зависимости и тяги у нас это такая воронка, в которую, в общем, попадает все, если это не потому, что ты хочешь, а это чтобы не... Сто процентов. Да, да, да. И это получается, как раз мы возвращаемся к началу нашего разговора про избегание. Я избегаю делать того, что мне... Ну, я избегаю каких-то важных для себя дел. Или эмоций. Я избегаю еще и эмоций и мыслей, да, потому что тягу чувствовать тяжело. Поэтому часто бывает так, что человек говорит, все, с понедельника я не пью, я на ЗОЖе. Такое установил себе приложение, короче, этот трекер, да, там, скачал себе программу тренировок, лег спать, да. Ну, а дальше мы все знаем, что происходит. Да, дальше типа, я 15 дней не сплю, черт, еще 40 лет жить. Нет, я не вывезу. Да, 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 да. Налью бокальчик. Да, 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 да. Поэтому вот. Я подсел тут на шоу «Титаны». Потрясающая история. Там, короче, собрали 99 атлетов со всей России и вот типа их испытывают. Там олимпийские чемпионы, там всякие кроссфитеры, модели. Вот все, кого нейросеть определила как одного из самых сильных людей. И там была интересная героиня. Она чемпионка или рекордсменка даже по жиму в ягодичном мосту. Это, в общем, странная штука, но неважно. Девочке, девочкам тоже нужен свой спорт. И вот. И значит, она абсолютно в этом какой-то супер-мега-рекорд. Красивые, большие ягодицы у этой дамы. Вот. Она вылетела в первом же конкурсе, простите меня за спойлер. В чем прикол? Мне так ее было внутренне жалко, потому что она говорит, что она страдала всякими видами зависимости. И вот ушла в этот спорт, оказалось, что это вообще лучшее, что есть. И вот в нем зависла. Там это может стать триггером, толчком к рецидиву. Ты имеешь в виду, что она вылетела? Да, да, что вот она не прошла даже там пару этапов, и что для нее спорт, какие-то достижения, это же важно. Дальше-то вот почему бегуны, хотя ладно, там бегуны там эндорфин дофамина еще играют роль, но вот в целом даже вот такая ситуация, когда человек, который сбежал от зависимости в какой-то лютый спорт из ОЖ, когда его там достижения или какие-то желания или цели не достигаются или рушатся, это может толкнуть обратно? Слушай, может, конечно, потому что это сильное эмоциональное переживание. И что мы делаем в терапии как раз, да, то есть она зачем пошла на этот спорт, да, вот эту ягодичную тягу делать, да, или как она там называется, да, вот. Потому что ей это важно или потому что это еще один инструмент избегания? Ну, то есть это еще одна вот эта лопата в яме, которую она копает, ну, пытается выбраться, но с помощью лопата пытается выбраться из ямы, но копает глубже. Да, ей кажется, что она что-то делает классное. Если ей это действительно важно, то нет проблем, она, ну, и если она умеет делать то, что важно, а это же ведь тоже навык. Мы очень хорошо можем определить, что нам важно, ну, часто, да, там, не знаю, мне важна, там, моя семья, мне важно спорт, да, но делать это, это тоже навык. Это довольно сложно бывает. Если у нее есть навык делать, ну, она может сказать, например, ну, окей, я вылетела, пойду в другое соревнование. Ну, или там, не знаю, вообще я на площадке буду у себя заниматься, пофиг на соревнования вообще. Мне все равно, мне классно и все, даже если меня вообще никто не будет видеть, даже если я буду на необитаемом острове, я все равно буду на штангу тягать, на ягодичную мышцу, да, ну, потому что это я, меня прет прямо от этого, мне круто, да. Вот, а тогда все окей. А если это инструмент избегания, то, ну, жизнь так устроена, что не все может сработать по плану. Да, а как жить-то в мире, когда вокруг столько триггеров? Потому что сейчас, когда особенно, некуда особенно слетать, когда у тебя очень многие удовольствия стали слишком дорогими, ну, как бы я знаю многих людей, которые до конца недели живут, лишь бы дальше кутить. Но даже если мы предложим им некую зеленую таблетку и они станут зожниками, слишком... Зеленая таблетка в этом подкасте звучит двусмысленно. Что им предложить так? Нам нужна срочно метафора. Ладно, как там было у Гудкова сойти со скользкой тропинки разврата и похоти на ровную дорогу благоразумия. И ЗОЖа, вот когда мы им предлагаем этот новый путь, как им держаться, когда все их друзья каждую неделю хотят в конце недели ай-на-не-на-не, когда у тебя все мероприятия, это сейчас рестораны и фуршеты, и когда у тебя алкоголь еще льется просто рекой. Смотри, как одна моя коллега и хорошая подруга Таня Волк, она тоже аддиктолог, тоже занимается зависимостями, она говорит, фарш обратно не прокрутишь. Ну, то есть, если ты уже побывал на этой скользкой тропинке порока и разврата, то вот эта ровная тропинка ЗОЖа, скорее всего, я сейчас, опять же, я не хочу обобщать, говорить за всех, у всех по-разному, но эта тропинка ровная может быть очень скучной. И тогда готов ли человек выдерживать эту скуку ради того, что ему важно? Да. Я тебе здесь прям готов поставить памятник, потому что я почему-то никогда не произносил эту мысль вслух. Абсолютно точно очень многие, кто ведется на мой образ жизни, охреневают. И такой, типа, Игорь, а зачем? Да, ну вот, именно так, да. Ну, то есть, например, это очень часто проблема людей, которые попробовали когда-то или практиковали долго, ну, на протяжении времени какого-то секс под психоактивными веществами. Это не пропаганда, друзья, но как бы секс под мефедроном и секс без мефедрона – это очень разные вещи. И, опять же, фарш обратно не прокрутишь. А, в смысле, мозг уже не забудет? Ну, да. И хочется повторить? Ну, да. Особенно современные наркотические вещества вызывают, ну, во-первых, это мощнейшее позитивное подкрепление, ну, в кавычках, да, позитивное. Ну, короче, назовем кайф, да? Вот. Особенно если это какие-то стимуляторы, да? И, ну, конечно, забыть это сложно, этот опыт, да? И очень часто люди приходят и говорят, хорошо, я там неделю ничего не употреблял, но окей, ладно, тяга там, я понял, я это переживу, окей, черт, скучно, что делать? Я на йогу сходил, я помедитировал, я кино посмотрел, я с девушкой погулял, я там, не знаю, с друзьями встретился. Пять часов вечера, что делать? Что еще, да? Что еще, да, 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 да. Ну, они все так и говорят, да, типа, этот ваш пресный зож. Да. И тогда мы учимся скучать. Это тоже навык. Но вообще здесь надо даже, можно и поучиться отдыхать, потому что очень многие думают, что если ты лежишь и залипаешь в сериал или в соцсети, это тоже отдых, а на самом деле можно пробовать вообще ничего не делать. и как раз тоже посмотреть, как ты это выносишь. Для некоторых, мне кажется, для, может быть, даже для многих, не знаю, просто сидеть, ничего не делать, это вообще не отдых. Это же ты с собой сталкиваешься, это же ты со своими мыслями сталкиваешься, это же ты со своими какими-то эмоциями, там, окей, назовем это, какими-то внутренними, там, демонами, безднами сталкиваешься, да, а ты всего лишь стоишь просто и в окно смотришь. Ну, это тяжело выдерживать. Слушай, а то, что я, например, вот этим занимаюсь во время бега, это тоже относится к какому-то моменту? Ну, то есть я вот в течение дня нет времени побыть собою, о чем-то с собой поговорить, пораскладывать какие-то мысли, и я понимаю, я прям такой думаю, все, завтра я побегу, и мои эти там 40 минут или час я буду бежать, и вот у меня в голове идут вот эти медитативные иногда процессы такие, когда я просто типа какими-то картинками летаю, либо я вот с собой разговариваю, прорабатываю какие-то вопросы, которые меня волновали. Это как бы о чем говорит? Я вот пытаюсь понять. Это говорит о том, что ты экономишь условные 5 тысяч рублей на психолога. Окей, это бонус. Ну, окей, это хорошо, просто мне кажется, что это немножко не про вот эту скуку. Ну, все равно же, пока ты бежишь, там, катехоламин вырабатывается, там, дофамин, вот это вот все. Ну, нормально тебе, в общем, да? Да, вообще прекрасно. Вот. Ну, а ты попробуй в стенку посмотреть полчаса. Ты знаешь, вот если мы приходим плавно к коморбидности, у меня раз я могу смотреть в стенку. Причем это, правда, мое любимое занятие, если бы можно было. Да, да. Вот. Ну, а депрессивные расстройства? Очень часто же люди сидят и бухают. Да, смотри, ну... Или еще чего-нибудь. И, опять же, да, со всеми этими коморбидностями, если только это не какие-то нейроотличия, да, вроде СДВГ, мы иногда не можем сказать, что было первое. Расстройство вследствие потребления или депрессия. Ну, а часто человек приходит и говорит, я не помню себя неупотребляющим, потому что я с 14 лет вообще, да, упарываюсь. Вот. Поэтому мы тут не можем сказать до конца. Мы видим, как бы, симптомы, например, ПРЛ, да, пограничного расстройства личности. А там столько всего намешано в плане всякого психоактивного, да, употребления, что мы уже не можем сказать. А это, ну, как бы потому что вот действительно личностные черты такие, да, изначально. Ну, или это потому что человек употребляет. Поэтому здесь тоже может быть... А ухудшается, ну, не то чтобы клиника, а ухудшается ли состояние человека, у которого есть расстройство личности, любое, когда к нему присоединяется какая-нибудь зависимость? Ну, конечно. Конечно. Ну, смотри, зависимость – это вообще такая штука, которая запускает свои пальцы во очень многие сферы жизни, да. В чужой торт. В чужой торт. Простите. Почему-то именно так мне представилось, не знаю. Ну, я так руку сделал, да. А я представил торт сразу же. А ты представил торт, видишь, триггер. Смотри, это социальное окружение, да, меняется и страдает социальное окружение. Это какие-то социальные роли, да, там, не знаю, на работе, там, роль родителя, роль, там, друга, сына, дочки и так далее, да. Вот. Это психологическое состояние, да, это, ну, состояние здоровья и так далее. Ну, то есть это прям всего касается. Поэтому, да, конечно, конечно. Ну, вот это же, ну, часто пишут, условно, на всех предупреждающих баннерах, но как будто бы не касается. Но вот люди же, которые, у которых бытовой вот этот алкоголизм, как его, ну, мне кажется, это уже немножко такой заезженный дедов термин. Не, не, хорошо, вообще нормально. Ну, извините, что было в сундуке, а то и достал. Да, нет, нет, все правильно, да. Ну, вот, опять-таки, люди, которых я вижу в соцсетях, у них топовые должности в разных IT-компаниях, не IT-компаниях. Они, правда, классно зарабатывают, у них своя квартира в центре, не в центре, неважно. Они, вот, типа, им кажется, и по многим даже меркам других людей, да, успешные люди. Ну, вот, типа, ты смотришь, а там сториз, каждый пятый день, каждый второй день человек побухивает. Потом у него вот этот трекер, что он 30 дней не пьет, потом его слетели все катушки и вот так далее. Ну, вот, он же не скажет, что у него, типа, это отражается на социальной жизни. Да никто не скажет, что три дня в неделю выпивать, выпиваться, курица или что-нибудь еще, это как-то повлияет. Ну, вот, как будто это только где-то в теории. Сейчас тут мне хочется намного ответить, потому что, во-первых, ты говоришь про предупреждающие баннеры. И очень часто это баннеры вроде как на сигаретах клеют, да, там, рак легких, импотенция и бесплодие. У нас был автор этих картинок. Привет ему, да? Что, ну, это не прямо ультра работает. Сработало в какой-то момент, что рекламу перестали крутить. И сигареты с прилавков убрали. Вот там снизилось на какое-то прям очень большое количество процентов. Я сейчас не хочу говорить цифру, да, я не помню, условные какие-то 20-30 процентов потребления табака. Мы, правда, не знаем, потому что в этот момент начали появляться вейпы и всякие айкосы и так далее. И белки вот эти цветные. Да-да-да-да, флешки. Вот. Да, то есть их учитывают в статистике или нет. Потому что сейчас, конечно, тоже такая эпидемия. И дальше ты говоришь про... Ну, то есть к чему я? К тому, что работает... Ну, не работает угроза. Ну, то есть если ты вот к этому успешному, да, условному человеку подойдешь, скажешь, ты что? У тебя наверняка уже увеличена печень. Ты такой, слушай, давай-ка ты побегаешь, а я еще здесь посижу и побухаю. И все у меня хорошо, да? Вот. И будет в какой-то мере прав, да? Вот. Ну, потому что, как ты говоришь, да, ну, все действительно хорошо. Ну, вот, правда, эти же люди, они не скажут, что у них есть какие-то проблемы. Это, наоборот, классно. Смотри. Сам по себе алкоголь – это нейтральная штука. Ну, вот, он есть и есть, да? Вот, например, давай себе представим, что есть человек, который выпивает, ну, там, не знаю, три бокала вина в субботу вечером. Это зависимость. Не знаю. Ну, это вообще расстройство вследствие употребления. Ну, я просто знаю критерии и могу как бы подушкать здесь. Да, ну, ты знаешь, да, 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 все-все, я понял, да. Поэтому не будем... Ну, то есть... Ну, в общем, в этом смысле, конечно, нет. Конечно, нет, да. И здесь наверняка там наши зрители, слушатели, да, многие скажут, да, конечно, нет. А если он наутро ведет школьный автобус? Ну, вот, уже мы задумаемся, да, а что вообще, как? Или операцию делает. Или операцию делает, да. Вот. И он может, ну, про это как бы не думать. Вот. Потому что вот есть какая-то история о том, что, ну, вечер, суббота, чего бы нет, да. Вот. Поэтому мы здесь, когда... Например, когда у меня в кабинете оказывается человек, который что-то употребляет, и он говорит, это не проблема для меня. Для меня покурить раз в неделю, косяк, это не проблема, говорит человек. Конечно, я не буду ему доказывать, что это проблема, или я не буду ему вторить, говорить, слушай, конечно, кури, пожалуйста, выпивай. Главное, что у тебя все в порядке, да. У тебя просто автоматически в кабинете включается смеха зрителей, как в ситкоме, да, типа, это не проблема. Вы такие, а-а-а-а. Это идея, да, это хорошо, я, может быть, это учту и делаю так. Вот. А мы можем только здесь спросить, слушай, а что должно случиться, чтобы это стало проблемой для тебя? Когда ты заметишь, что это для тебя стало проблемой? Чтобы, ну, хотя бы человек для себя ответил на эти вопросы. Я тут, я каждый месяц читаю какие-нибудь книжки, ищу что-нибудь интересненькое. И вот наткнулся на книгу «Роман детский бог» Ольги Хейфец. И, короче, там история довольно сложная. Не буду спойлерить, друзья, почитайте. Но есть героиня из успешной семьи, что мы видим. Там просто был полный флакон. И это как будто частая картина, да, типа, все хорошо, или там в семье все хорошо, но дети вырастают зависимыми от много чего. И кажется, что это просто тоже какая-то прям аксиома, я не знаю, ну, или правило, что, типа, если в семье вот, типа, суперкартинка семьи идеальная такая, да, типа, из рекламы зубной пасты, то на самом деле потом там выясняется, что дети вырастают в каких-то супер отлетевших. Это проблема от того, что очень много каких-то так или иначе происходит травма внутри, и мы чего-то не знаем. Или есть какая-то история здесь тоже со скукой? Какие у тебя здесь мысли? Мне бы сейчас очень хотелось сказать, что да, всегда там есть какие-то травмы, и у богатых, успешных людей всегда в подвале привязаны люди, там, знаешь, вот это вот все. Но опять же, я здесь хочу вернуться к этому тезису, то, что проблема зависимости не только социальная, не только психологическая, не только биологическая. Если мы будем говорить о том, что, не знаю, вот он зависимый, потому что у него там богатая семья, ему все разрешали, или у него там были какие-то травмы, еще что-то, а мы будем неправы. Потому что есть люди, у которых там состоятельная семья, они как с рекламой зубной пасты и так далее, но у них нет проблем с употреблением. И есть наоборот. То есть это проблема не чего-то одного, а это скорее всего вместе. То есть есть зерно, ну вот семечко мы посадили в землю, семечко есть? Есть. Хорошо. Если его не поливать, оно не прорастет. А если его поливать, то, возможно, оно как бы прорастет. То же самое, да, ну вот есть генетическая предрасположенность, есть социальный фактор, есть еще психологические всякие обработки этого всего. Поэтому не могу я тебе сказать, что это точно так. Но... Ну, не мне даже, я просто здесь к тому, что миллионы, когда-нибудь будут миллионы слушателей, родителей парятся же, что они травмируют своего ребенка или что-нибудь ему примером покажут, что вот ты при ребенке покурил, он теперь всегда будет курить. Нет, нет. Ну, нет. Давайте так, да. То есть если... Ну, есть же какая-то адекватность, да. То есть если... Конечно, если у ребенка какая-то, там, не знаю, назовем это неблагополучная семья, которая каждый день бухает, там курит, я не знаю, что-то употребляет, то, ну, большой риск того, что у ребенка тоже разобьется какая-то аддиктивная история. Вот. Но если я где-то выпил при ребенке бокал вина или выкурил сигарету, ну, нельзя говорить о том, что вот все, он точно будет курить. Особенно, если он чужой. Да. Вот. То есть, ну, не все так однозначно. Я вот прямо хочу, чтобы, да, вот у нас вот этот вот подзаголовок был, что не все так однозначно. А иногда бывает, что все классно вообще в семье. Родители зожники. Бегают, не едят сладкое, там, я не знаю, еще что-то там доброе, ласковое, да. А что-то получается не то в итоге. И там в дальнейшем ребенок, условно, да, взрослый, выросший, страдает каким-нибудь расстройством вследствие употребления чего-либо. Вот. Но я таких историй не встречал. Как правило, ну, правда, бывает все вместе. И социальное окружение, и какие-то травмы психологические, и какие-то генетические истории. То есть, такое бывает. Вот. Ну, то есть, могут сыграть роль гены, могут сыграть роль люди, которые окружают, могут сами родители. А может быть, вот я до 17 лет не пил, не курил, и все было прекрасно. Ну, в смысле, все было прекрасно, нет. Первый раз вижу человека, у которого... Человека, у которого до 18 лет все было прекрасно. Да, и не было проблем, и все меня любили, нет. Да, да, да. Я уже здесь всю свою жизнь рассказал, поэтому все, кто хочет, найдут, послушают. Но я просто к тому, что никто не застрахован, и, соответственно, нет никаких рецептов, как сделать так, чтобы ваш ребенок не стал зависимым. Надо быть просто, наверное, человеком, и приучать ребенка и себя, говорить словами через рот, чтобы вы в какой-то момент смогли об этом поговорить. Сто процентов. И мне кажется, что здесь точно не работают угрозы, точно не работает какой-то запрет, да, работает личный пример, доброта, действительно, любовь вот такая, да, не любовь, как бы, типа, когда все можно, да, а, ну, реальная забота, да, ведь, ну, заботящийся родитель – это не тот, кто все разрешает, да, а заботящийся родитель – это тот, кто, ну, что-то разрешает, что-то запрещает, где-то там брокколи покормит, где-то шоколадку даст, ну, то есть вот по-разному, да. Ну, и мне кажется, что здесь еще надо как-то, может быть, какую-то снижать, условно говоря, тревожность по поводу того, что мы травмируем детей. Ну, как бы, да, но это неизбежно. А вы точно психолог? У меня жизнь болит, знаешь, у меня в кабинете написано, вот, поэтому... Хочется здесь напомнить о том, что алкоголь или другие вещества и депрессия точно не сочетаются и лучше не делают, и как бы не хотелось иногда, наверное, в депрессии чем-то себе помочь, и думая, что седативное действие вот этого первого бокала, первого бокала могут как-то облегчить состояние, то на следующий день дофаминовая яма может сделать еще хуже, да? Нет? Ну, сто процентов алкоголь – это депрессант, да, если кто не знает, да, и, конечно, здесь точно не стоит лечить депрессию алкоголем, это уж прямо, ну, сто процентов могу сказать. Хотя многие, особенно мужчины, этим злоупотребляют, вот, потому что, конечно, нет ничего проще, чем пойти и выпить. А и злость также можно купировать? Ты, типа, психанул, день не очень, врезал в стену, кулак болит, выпил сверху, и прошло. И еще кулак в водку окунул тоже, да. Водка же, она лечит все, да? Ну, или так. Таких рецептов не знаю. Мы за доказательную медицину. Не-не-не, ну, знаешь, есть же этот поверь, что там всякие компрессы из водки, да, растираться водкой, лежать в водке, я не знаю, что там еще делают. Вот. Да-да, конечно, мы за доказательную медицину. Да, и это тоже отдельная проблема, мы отдельный такой пласт вообще людей, да, мужчин, которые, ну, вот эта вот классическая картина, когда бар, стакан, и вот на дне стакана, да, депрессия на дне стакана. Вот. Ну, тоже, да, социальный такой контекст есть, что мужчина, идеал мужчины, это такой немножко, ну, неэмоциональный такой товарищ, который... Ну, вот этот вот как тот самый ковбой, или как его там на Харлее приезжает, курит сигарету, заходит в бар, пьет и едет дальше, как будто... Да, и у него лицо как стенка, вот, ну, не меняется вообще. Да-да, и больше он ничем в этой жизни не занимается в целом. Да, абсолютно, да-да-да. Вот, поэтому здесь, конечно, тоже это такой огромный социальный миф, где, честно говоря, мужчины в этом плане выступают слабым полом. Если, да, у нас уже были нотки сексизма в этом подкасте, поэтому я продолжу, ладно? Давай-давай, играем до конца. Да-да-да, ва-банк. Вот, поэтому действительно вот проблема алкоголя, да, среди мужчин, там еще больше ярко выражено вот это избегание. Вот. Избегание тоже, там, эмоций, грусти, не знаю, гнева. Вот я хотел тебя спросить, чаще всего, от чего бегут? Что человек в итоге, думая, что он сейчас избавится от зависимости, потому что он думает, что у него просто... Ему надо перестать покупать, а в итоге выясняется, что он просто что-то не умеет, не знаю, контейнировать чувства, или от чего бегут? Ну, вот сегодня век трудоголизма, все, типа, успешный успех, что там еще, не знаю, от чего бегают... Я тебе глобально скажу, от дискомфорта. Ну, очень большая идея у нас, да, о том, что надо вот жить в комфорте, надо все время вот чувствовать себя хорошо. А, что жизнь вообще комфортная штука? Ну, что да, жизнь сделана для того, чтобы, ну, я чувствовал себя хорошо. Ну, вот нет, дорогие друзья. Да, это как-то опично. Да, 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 это не так. А мы неосознанно как бы к этому стремимся, да, то есть стремимся сделать все лучше. И, с одной стороны, ну, это классно, да. Ну, вот я сейчас сижу вот на этом мягеньком стульчике, и мне прям очень удобно. Вот, в общем, мне вообще комфортно, классно. Вот, но если я буду везде это правило применять, что мне должно быть везде хорошо всегда, то, скорее всего, я где-то буду, ну, терпеть неудачи. Вот, поэтому от дискомфорта очень многие из нас бегут, поэтому и выстреливают иногда вот эти вот аддиктивные истории, да, с зависимостями, потому что они дают моментальный эффект комфорта. Ну, кому чего, да, кому надо разогнаться там и поработать еще 18 часов, кому нужно там горе залить, кому нужно скуку побороть, кому нужно там еще что-то, вот. А там уже меню открывается у нас на маркетплейсах. Знаешь, я еще подумал, что часто таким показателем того, что у человека могут быть проблемы с какими-то зависимостями, это РПП. Сталкивался, не сталкивался. Часто ли у людей, которые зависимы от каких-то химических веществ, есть еще другие какие-то вот именно расстройства, там, пищевого поведения, например? Ну, да, да, есть коморбидности с РПП, но мы здесь, смотри, нам сейчас главное не уйти здесь в то, что есть какая-то зависимость от еды. Мы это не концептуализируем как зависимость. Ну, потому что, смотри, с едой скорее нужно наладить отношения, а с кокаином отношения наладить... Не стоит. Ну, вряд ли получится, да. Над этими отношениями мы не будем работать. Да-да-да, то есть, скорее, да, здесь мы говорим, что, ну, слушай, полный отказ, да. От еды отказаться в принципе невозможно, да, поэтому мы здесь налаживаем с ней отношения, и это чуть другая работа, чем зависимость. Если честно, я не прям специалист в РПП, я в этом не силен. Про триггеры. Как они работают? Я не знаю, стоит ли как-то здесь что-то распаковывать, но, наверное, люди, которые, может быть, с какой-то осознанностью уже подходят и замечают у себя какие-то задатки, тяги, или, может быть, прям буквально тягу, да, слушают песню «Анна Асть, у меня лечили подруги и крепкие чивосы такие». Точно! Это инструкция! Ну, да-да-да, таких инструкций может быть очень много, да. Ну, смотри, во-первых, классно для себя разделить триггеры на три категории, как минимум. Это внутренние, внешние и социальные. Ну, то есть внутренние – это вот те самые эмоции, мысли, про которые мы говорили выше, да. А социальные – это вот как раз песня, да, какая-то где-нибудь, там, или компания, или вот эти вот, знаешь, новые дома, когда там, ну, вот башня, да, и там на каждом торце, ну, да, четыре алкомаркета. Да-да. Вот, да. И внешние, да, то есть это, ну, там, они могут пересекаться те же алкомаркеты, или там любимый бокал, или буквально бутылка вискаря, которая стоит в баре и манит, да. Вот. И есть триггеры, которые мы можем убрать, и это будет достаточно эффективно, ну, то есть буквально выкинуть виски или подарить кому-то, или там еще что-то с ним сделать, в смысле не употребить. А алкомаркет мы с ЖК не вырежем. Улы. Нет у нас таких, да, как бы, скорее всего, да, нет у нас таких возможностей. Поэтому где-то мы тренируем готовность вылить виски, а где-то мы тренируем принятие, что, ну, вот так. Мир наполнен триггерами. Да, да. И опять же, да, то есть часто встают вопросы, а мне что теперь, вот, ну, к друзьям не ходить на вечеринки? А я их вообще-то люблю. Они классные, но они выпивают. И тут тоже мы тренируем, ну, вот, выбор, да, постоянно вот в этой точке выбора мы находимся, да. То есть мне сейчас что, с друзьями пойти и... Ну, я столкнусь с этой пиявкой, да, которая мне будет на ухо шептать, что, ну, а сейчас один бокал, это ничего страшного, ты же уже 30 дней не пьешь. Ты же уже даже в инсту выложил. Да, тебя уже там даже, ну, подкрепили, сказали, какой ты молодец. Да, поэтому можно сейчас выпить. Да, вот она будет шептать, тяга. И мне с этим будет тяжело. Но я схожу к друзьям, потому что они важны мне, и я готов с этой тяжестью, да, ну, заплатить этим дискомфортом за дружбу. Или я не готов, я посижу дома. Но тогда я откажусь от друзей на сегодняшний вечер, как минимум, да. И это вот тоже постоянно вот это вот готовность и принятие, да. Вот. Изменение и принятие вот этот вот качели. Что-то я могу изменить, что-то я должен принять. Да, ну, я думаю, что расстраиваться от того, что потом перестали звать на тусовки, тоже не стоит. Я через это проходил, ничего страшного не происходит в жизни. И да, и нет. Ну, то есть, смотри, вряд ли я буду рекомендовать кому-то не ходить на тусовку, где выпивают. Скорее я, ну, как бы... Смотри, нельзя так однозначно сказать, если вы хотите перестать пить, не ходите на тусовки, где выпивают. Потому что это, возможно, будет избегание. В случае с тобой это сработало, видишь, хорошо. И ты такой, ну, я вообще от этого не страдаю. Нормально, как бы. А у кого-то семья так, например, живет. Да я вот знаю, что те, кто там, ну, в конкретном городе, в Москве, допустим, одни, да, люди, там, пара, например, то они как бы начинают образовывать какие-то свои... создавать свои традиции, да, там, какой-то свой круг формировать. И почему-то решают, что классно будет там созвать всех, и мы там что-то приготовим и выпьем. И это, правда, социальный клей. Да. Мне кажется, глобально, мы этот социальный клей уже никогда не уберем. Если только на законодательном уровне совсем не запретят. Но я был в Дагестане, где алкоголь, харам, извините, там тоже есть алкомаркеты. Да. И прекрасное нербентское вино. Да, да, да. Да, так что от этого, ну, не убежишь от наличия этого всего, да. Вот, но при этом мне кажется, что важно понимать, что тебе важно, и важно замечать, что с тобой происходит. Ну, типа, я замечаю, что я сейчас чувствую тягу, но мне важно быть в этой компании, ну, потому что здесь, не знаю, там, мой лучший друг. И вот прямо сейчас он выпивает бокал вина. А меня жутко тянет. Но мне важно с ним общаться. А еще мне важно, там, не знаю, мое здоровье. И вот этот постоянный баланс, да. А еще я понимаю, что жизнь без дискомфорта невозможна. Ну, то есть это я уже сейчас начинаю какую-то, да, про психотерапию рассказывать. Да, но мы просто все, правда, в этой ситуации, в реальной жизни оказываемся периодически. Да. И тут есть выбор не пить совсем и чуть-чуть выдержать этот стыд, когда тебя пытаются, значит, пожурить, там, при всех, значит, поиграть в комиков и стендап, значит, тебя, на тобой поприкалываться. Дальше у тебя есть выбор, ну, если мы не говорим совсем не ходить, да. Например, выпить безалкогольного. Но это тоже, это с одной стороны выбор, с другой стороны, это обслуживание тяги, да. Да, 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 да. Вот. И третий вариант – выпить бокал, но суметь себя остановить. Или мы здесь… Вот для некоторых это подходит, окей, выпить бокал. Но если человек уже был в таком активном употреблении и в то, что называется, ну, вот, раньше назывался алкоголизм, сейчас называется расстройство вследствие употребления, и вот если это было, то вряд ли здесь можно говорить о том, что можно выпить бокал и ничего не будет, да. Ну, алкоголь попадает в мозг, лобная доля, говорят, пока. Выходит из чата. Да, да, выходит из чата, и как бы дальше уже второй, третий, и дальше я уже ничего не помню, и очнулся в понедельник. Вот. Поэтому здесь вот надо, ну, как бы с осторожностью. Вот. Поэтому не для всех эта история про контролируемое употребление, вот про которое я говорил вначале, да, оно подходит. Ну, и далеко не со всеми веществами. То есть если про алкоголь мы еще можем говорить здесь, да, то про многие всякие современные психоактивные вещества, ну, вряд ли что-то получится в плане контроля. Как выглядит человек, который успешно поборол зависимость? Вот мы просто тоже... Грустно. Ладно, я шучу. Мы как-то все время представляем себе какого-то суперчеловека, который якобы, вот, знаешь, такой, типа, смотрит на бутылку и смотрит сквозь нее, как будто, условно говоря. Да, по-разному. Слушай, есть же разные способы победить эту зависимость. Мне не нравится слово победить, но, тем не менее. Мне вот тоже кажется, что оно странно здесь... Давай так. Есть разные кейсы, когда человек перестает употреблять. И живет спокойно. Живет. Давай, я скажу, живет. Вот спокойно, я не знаю... Мы не помогаем. Мы не помогаем. Нет, а сейчас у нас нет цели помочь, да. Вот. Смотри. Есть, например... Ну, человек, который прошел 12 шагов, будет сильно отличаться от человека, который прошел, например, какой-нибудь КПТ-шный протокол. Да, или там Smart Recovery. Это тоже... Выясняй. Мы тут утомим. Смотри. Я, правда, даже ничего не знаю про 12 шагов программы. Ну, у нас нет времени, чтобы про нее рассказывать. Но, условно говоря, один может быть... Может выглядеть очень ярым фанатом трезвости, знаешь, такое, типа, везде бегать и отнимать бокалы у всех, там, я не знаю, кидаться в бары, там, помидорами. Ну, ладно, это я сейчас утренирую очень, но тем не менее, да, ну, вот ты такого человека, там, например, на тусовке сразу увидишь, да, который к тебе приходит. Ты не пьешь, да, такой, да, молодец. А вот эти вот все твари. Вот. Ну, либо человек, там, да, более, там, лояльный, например, да, или, например, он куда-то не пойдет вообще, да. Вот. Я сейчас не говорю, что одно хуже другого, да. В итоге, ну, как бы мы все равно говорим о том, что человеку больше подходит и что ему важно, да. Вот. Поэтому выглядят по-разному. Мы не можем здесь говорить о том, что, там, один выглядит лучше, другой хуже, или, там, что все выглядят ужасно, кто поборол, там, зависимость и так далее. Опять же, есть же еще физиологический фактор. Ну, кто-то просто курить бросил и, ну, вот, никак не изменился, да. А кто-то, например, бросил употреблять какие-нибудь опиаты после очень долгого, там, какого-то, после очень долгой системы употребления. Да, может быть, конечно, уже какие-то небратимые процессы могут быть. Вот. Да, просто хочется какой-то людям дать картинки. А с другой стороны, знаешь, у меня тут еще был выпуск про хоббл легкий для курильщиков, и как будто у нас такой немножко марафон, как вступить в грустную жизнь. А, слушайте, вот с одной стороны, сейчас мы дадим позитивную картинку. Давай, попробуй. Смотри, с одной стороны, жизнь действительно полна всяких страданий, не знаю, стыда, грусти, разочарования и так далее. А с другой стороны, ведь мы же испытываем сильные эмоции там, где нам что-то важно. А там, где нам что-то важно, есть еще и другая сторона. Это радость, любовь, близость, дружба и так далее. Мы, например, не переживаем за людей, на которых нам все равно, ну, да, которых мы не знаем. Мы переживаем за людей, которые нам близки. Мы переживаем за себя, за свое здоровье, например. Мы переживаем за свою работу, которая нам важна. Переживаем за свое будущее и так далее. И с другой стороны, нам это очень важно, и мы можем получать от этого удовольствие, от того, что мы делаем, что нам важно. Просто у этого удовольствия есть еще другая сторона. Ну, там, тревога, например, грусть какая-то. И классно, мне кажется, классно брать от жизни все. Вот когда мы говорим, бери от жизни все, да, буквально все. Ну, прям совсем все. Сейчас гедонисты придут такие, так и мы и берем от жизни все. Окей, они не придут с проблемой. Да, может быть, пока. Поэтому настоящий гедонизм, как мне кажется, да, настоящий гедонизм, он сопряжен еще и со всем спектром эмоций. Иначе это невозможно, к сожалению. Ну, долго не протянешь на одной радости или в погоне за ней. Это интересно, кстати, да, что мы в этом бесконечном поглощении информации отовсюду почему-то в итоге получаем какую-то картинку, что реально все должно быть про комфорт, счастье, радость и цветных пони. Да, да, да. И когда мы выясняем, что там не цветные пони, все такие, типа, черт. Да, да. А вот давай теперь подумаем, возьмем простую вещь, да, вот поехать в отпуск. Что может быть лучше? All-inclusive может быть лучше. Да, но это ж надо, смотри, денег заработать для начала, да. Это ж надо еще билеты купить, оформить, вот это вот все. Ну, я, например, это отвратительно, вот это вот билеты покупать, перепроверять даты, заполнять там все. Терпеть невозможно. Ну, ужас. Ну, как бы, а можно не ехать. Ну, да, да. Вот, поэтому и вот этот пример, да, маленький, он может показать, что как бы, ну, на самом деле это все так. А как вы с супругой для себя здесь выработали какую-то систему или философию? Вот под конец раскрой свой секрет. На тему чего, в смысле? Как не употреблять, не кормить тягу, как вы здесь с собой или между собой договорились? Ну, у меня супруга, в принципе, не любит алкоголь вообще. А мне, наверное, я для себя, у меня есть такой лайфхак, что мне просто выпить скучно, и мне нужна прям очень сильная организация для этого. Ну, то есть мне прям надо подготовиться. У меня на утро ничего не должно быть из влажных дел, да. Вот, мне нужно там пойти в магазин, мне лень ходить в магазин. Я довольно ленивый чувак. Вот, мне лень ходить в магазин. Поэтому у меня всегда есть какая-нибудь газировка или чай. Вот, поэтому так. Ну, и потом я не очень люблю, в принципе, состояние измененного сознания. Клинический психолог, специалист по работе с зависимостями преподавателя Илья Гавин был сегодня у нас в гостях. Спасибо, что пришел. Спасибо огромное. Это был подкаст на Капелис Токсин, его ведущий душнодорожник Игорь Кун. Услышимся в следующий вторник.